Вот это вот газовая котельная, подготовлено все оборудование полностью. То есть все стоит подготовлено к пуску. Комплекс придорожного сервиса «Горная страна» сегодня единственный объект, построенный на исторической территории Золотых ворот Алтая. Еще два находятся на линии переулка Коммунарский. Изначально планировалось, что самый помпезный проект Алтайского края, туристский кластер, с не менее громким золотым названием, будет сдан в эксплуатацию в 2016 году, потом в 2017, Еще через год перед Бийском стал вопрос о возвращении федеральных средств за нереализованный проект. Когда приезжала делегация, комиссия, я бы сказал, комиссия Государственной Думы Российской Федерации, во главе, кстати говоря, с ныне очень известным человеком в Рио, губернатор Хабаровского края, Михаилом Дегтяревым, вопрос стоял по большому счету о лишении края федерального финансирования по программе внутреннего везнового туризма. Перед разговором понятно, что это вопрос достаточно серьезный. Нас очень попросили не упоминать о своих проблемах, в том числе о газификации. Но мы, естественно, пошли на встречу, поскольку, ну, как патриоты края и города, озвучивать проблем не стали. Ну, и само собой нам обещали, что, клятвенно обещали, что все наши проблемы будут в ближайшее время решены. Самая главная проблема развития золотых ворот – газификация. Именно ее, как местные, так и краевые чиновники обещали в прошлом году решить ее в ближайшее время, но не решили. В первый отопительный сезон горная страна ушла с электронагревателем. Так, ну, вот прямо котел, который мы сейчас отапливаемся. Греем воду сами, опять же, тоже тем же электричеством. Вот это вот стоит у нас приточная система, которая тоже должна работать на газе вообще. Здесь пропиленгликоль, он подогреваться должен газом, потому что вентиляция должна же быть обязательно, воздух должен поступать теплый, чтобы не заморозить помещение. Для нормальной работы кафе в месяц необходимо нагреть до 50 кубометров воды. Ее тоже греют электричеством. В отопительный сезон расходы горной страны за электроэнергию достигают 100 тысяч в месяц. Вместо расчетных 20, как планировалось. Случай подключения газа. Кроме того, инвестор вложил 2,5 миллиона для подведения от ГРС к своему объекту газопровода и обустройства котельной, которая так и стоит невостребованной. Газа нет, трубы пустые. Никто не пойдет в чистое поле. Никто не пойдет. Государство сначала должно создать привлекательные условия для инвестиций, и только потом бизнес пойдет и начнет, соответственно, вкладывать, изымать из оборота финансовые средства и вкладывать в развитие своего бизнеса. Это фрагмент интервью главы Бийска специально для Бийского телевидения. Запись с февраля 2019. Тогда же мэр подтвердил информацию о заходе на кластер еще одного Бийского инвестора – торговый двор «Аникс». На месте будущей стройки мы даже встречались с представителем компании, который показывал нам, где и что будет построено. Но прошел год, а пейзаж не изменился. Естественно, мы бы этого не стали делать, если бы мы не имели обещания, что у нас с инфраструктурой все будет хорошо. Газ, опять же, к этому возвращаться, это важнейшая составляющая, собственно говоря, этой самой инфраструктуры, потому что вроде новые инвесторы появляются, но они опять же устроятся, видимо, как бы на честном слое. Ну, в общем, всем нужен газ. Всем нужен газ. Тут вот даже на «Альтер», вот этот шлюрум достаточно большой, они его давно уже очень ждут, просто молятся, чтобы все у них тоже так же все подготовлено к получению газа. Сегодня Алексей Саламатов признается, что если бы знал, чем все закончится, не стал бы вкладываться в золотые ворота. На его запрос в администрацию президента пришел ответ, что подключение газа к объектам кластера возможно не ранее будущего лета. Подсчитать прогнозные убытки предприятия за предстоящий период несложно. На последнем заседании Думы также поднимался этот вопрос. Глава города сообщил о том, что газовые проблемы золотых ворот занимаются, есть подрядчик, но сроки, когда у инвесторов появится газ, так и не назвал. Полно решимости дальше работать. Единственное, что бы нам хотелось, чтобы нам сделали то, что обещали. То есть никакие свои проблемы ни на кого мы перекладывать не собираемся. Если наши проблемы, вы нам дайте то, что обещали когда-то. При этом оптимизма предприниматель не теряет и продолжает вкладываться в горную страну. Здесь завершается строительство банкетного зала для бичан. Называться он будет «Лебединой» и уже украшен авторскими фотографиями, а вот других завершенных объектов по соседству с горной страной нет. Вокруг поле, где закопано сотни миллионов федеральных денег. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.